Что вы думаете об обучении на родном языке по сравнению с обучением на английском? Нам стоит понять, что в Индии 25-30 разных языков. Всего где-то 1300 наречий, но из них как минимум 25-30 полноценных языков собственной письменностью. С богатой литературой полноценный язык не появляется за одну ночь. Самый древний язык на планете — тамильский. Мы в Тамилнаде. Язык — это очень важная составляющая человеческого интеллекта. Многие лингвисты по всему миру говорят о силе языка. Человеческая способность использовать язык уходит корнями в Индию. Именно отсюда способность использовать язык стала распространяться по всему миру. Почти все языки Европы и Аравии подверглись влиянию санскрита. Поэтому в нашем стремлении устроиться на работу нам не нужно полностью уничтожать наши языки, иначе мы потеряем что-то очень значимое. Английский — замечательный язык с точки зрения его простоты. Поскольку интернет и современные технологии используют английский язык, мы должны его знать. Никто больше не может выступать против английского языка. Вы должны его принять. Даже если вам не нравятся британцы, вам должен нравиться английский язык. Теперь это часть нашего языка. Хотя во время британского правления и произошло немало плохого, хорошее заключается в том, что мы приняли этот язык. Сегодня множество образованных индийцев говорят по-английски лучше, чем большинство британцев. Это хорошо, но при этом мы не должны уничтожать те языки, которые существуют уже тысячи лет. Потому что диапазон звуков в индийских языках таков, что он стимулирует каждый аспект того, кем вы являетесь. У английского же очень ограниченный набор звуков. Способность использовать звуки для стимуляции запуска интеллекта и энергии внутри себя это то, от чего мы не должны отказываться. Каждый ребенок должен знать еще один язык помимо английского. Потому что в любом случае штаты Индии разделены по языковому признаку. Поэтому детям необходимо знать язык своего штата. Излишнее рвение в карьеро-ориентированном обучении привело к тому, что многие школы полностью отказались от местных языков. Этого не должно происходить. Должен быть и местный язык. Он должен быть частью вас. Даже если вы не станете великим писателем, вы, по крайней мере, должны уметь читать и говорить еще на одном языке помимо английского. Наша политика в сфере образования учитывает это. Ответственность за то, чтобы это произошло, лежит на самих школах. Лучше всего изучать точные науки на английском, как это в основном и происходит. Но школьные кружки, постановки, гуманитарные направления можно проводить на местных языках, чтобы люди использовали их в социальном аспекте. Для удовольствия. Когда есть естественный интерес к тому, как выразить себя на этом языке. Это необходимо. Мы не должны уничтожать эти языки, потому что на их создание ушли тысячи лет. Это наша национальная гордость. То, что мы говорим на максимальном количестве языков. Например, между штатами Тенунат и Карнатока, Тенунат и Андропрадеш, Тенунат и Керала, не существует естественных границ. Между этими штатами нет морей. Нет горных хребтов, которые бы разделяли население штатов на протяжении долгого времени. Но несмотря на то, что они живут рядом тысячи лет, эти народы сохранили свои языки. Это прекрасно. Чтобы торговать и заключать сделки, они осваивали язык соседей. Но всегда сохраняли собственный язык. Но сегодня новые поколения очень быстро теряют свой язык. Очень важно для всех вас, по крайней мере дома с детьми и везде, где это возможно, мы должны определенное время говорить на местном языке. Это очень важно. Через пару поколений мы сильно пожалеем, если не позаботимся об этом сейчас. Потому что вы уже не сможете возродить язык. Вы можете убить его. Но вы не сможете вдохнуть в него жизнь. Это будет очень трудно. Продолжение следует... Продолжение следует...